ребят всем привет помните kia spartage 3 поколения я ему как-то допирал дроссельную заслонку и чистил разъем дроссельной заслонки там он несколько пинов было окисленно и все он потом уехал написал что все отлично все окей так вот теперь он опять возвращается ко мне а знаете в чем причина да причина все в том же у него это опять на педаль газа автомобиль не реагирует но говорит стало хуже чем было до вашего ремонта когда у нее вот несправность вообще появилась сейчас горит намного дольше автомобиль приходится зажигание выключать опять включать заводить не горит не с первого раза все это пропадает ну надеюсь что он когда приедет эта поломка случится я просто хочу сам убедиться и посмотреть вообще как автомобиль себя ведет смотрите такая вот ошибка загорелся чек полный привод ну и все принципе смотрите жму на педаль газа смотрите обороты жму вообще не реагирует нажимаю полный газ нифига обороты у нас он больше тысячи друзья подкинули мы другую дроссельную заслонку был что вы взяли вот сняли нашу старую которая проблема и сейчас мотор на бушной другой дроссельной заслонки работает офигенно на газ реагирует все в рабочем состоянии сейчас значит обороты у нас в норме газую видите на педаль газа отзывается тахометр работает все нормально вот наша заслонка вместо которой мы поставили бушную я в первом ролике про этот спортаж уже все прозванивал в этой заслонке там контакты вот в этой электрической части все нормально было прозвонил а там разъем был окислен который вот сюда вот вставляется и вот здесь я еще тоже почистил и все заработало нормально все было теперь вот эта заслонка стала опять подводить и хозяин не отдал ее сказал все мне она больше не нужно можешь ролик дальше снимать и поэтому я хочу разобрать и посмотреть что же в ней не так ее уже не жалко разобрал я дроссель здесь конечно можно еще посмотреть разобрать идет механические части шестереночки все но не знаю думаю я уверен и что проблема не в этом проблема вот чем кто внимательнее тут увидит в первом выпуске про этот спортаж когда разбирал эту дроссельную заслонку заслонку не так все выражено было смотрите контакты которые замурованные в пластик смотрите зеленые какие прошлый раз конечно я может не заметил но блин прошлый раз все прошло клиент ездил все нормально было а здесь уже окислы какие да да точно видно даже вот на этих контактах на круглых медных зелень и этот контакт вообще другого цвета хочу ладно сейчас вот эту сначала разберу смотрю что внутри там но грешу все же я вот на это место и так я разобрал заслонку вот в этой части тут в принципе ломаться нечему смотрите тоже нечего вот так вот я расфигачил потому что мне уже не жалко и таким варварским способом смотрите здесь подпружиненный механизм здесь у нас этот якорь и с помощью шестеренок заслонка наша двигается нужное положение дело не в этом дело скорее всего вот здесь пока я долбил эти замурованные в пластмассу контакты зелень отлетела но в принципе зелень то было только сверху вот здесь сейчас отвертку возьму смотрите медь то в принципе не повреждена контакт по-любому должен проходить но здесь вот есть окисление какие-то понять не могу вообще окисление да вроде бы да 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 какие-то окисление не знаю в чем может быть дело но блин на мой взгляд здесь все целое а хотя нет вот учета есть такое короче хрен его знает ребят у кого есть загадки пишите в комментариях почему так вот русленно заслонка себя вела и смотрите здесь кто захочет вдруг снять эту микросхему эти дорожки до под ней ничего нет она просто приклеена на клей так что сюда можно не соваться можно просто прозвонить эти дорожки например да скажу контакты и приходят ли контакты вот сюда но прозванивается ли так что все жду ваших комментариев в чем мог могло быть дело почему так вот хотя если туда смотрите заглянуть там тоже какая-то зелень видно да зеленоватая али контакт опять окислился ну короче вот эта заслонка у нас пойдет на металлолом на это на выкид решил все-таки заслонку до конца разобрать разобрал здесь вот внутренности здесь вот таких вот два магнита где наш якорь ходит вынул их пригодятся и смотрите чего показать этот корпус алюминиевый вот эта вставка железная вот этот кружок сама заслонка на тоже алюминий к а вот это уже железо магнитится заслонка конечно на болтиках у таких держится прикручивается а вот этот вставыш он вот здесь вот находится то есть наш стержень туда заходит а здесь смотрите главная втулка а внутри на подшипники и вообще-то думал здесь оба подшипника здесь нет здесь просто медная втулочка такая вот херня